Здравствуйте, дорогие городники! Сегодня зашел в магазин Сад Огород и удивился обилию грунтов, которые представлены сейчас на рынке. Просто все завалено грунтами разных производителей для любых культур, и глаза просто разбегаются. И, конечно, выбрать какой-то качественный грунт сейчас очень проблематично. На мой взгляд, лучше всего грунт приготовить все равно самому, даже из тех компонентов, которые мы можем купить в тех же садово-городнических магазинах. И вот один из примеров я сегодня хочу вам показать. Я в магазине нашел вот такой верховой нейтрализованный уже торф с кислотностью 5,5. Для выращивания тех же томатов, перцев кислотность грунта желательно 6,5. От 6 до 6,5. Это самая нормальная кислотность для томатов. Поэтому он как бы чуть-чуть кисловат. Можно взять вообще кислый верховой торф и его уже самостоятельно раскислять. Но этот торф раскислять надо, конечно, будет в меньшей степени. Что еще мне понадобится для приготовления грунта? Конечно, биогумус. Вот два разных производителя. Вот я возьму вот этого производителя. Сколько добавить биогумуса? Если мы добавляем один только биогумус, мешаем его с верховым торфом, то надо его 20%. То есть это довольно-таки большое количество. Если, конечно, вы выращиваете небольшое количество рассады, то, в принципе, все нормально. Вот 8-литровая мешочка. Считайте, на 40 литров торфа грунта нам хватит. То есть довольно-таки большое количество можно посадить. Но я немножко иду чуть-чуть другим путем. То есть я добавляю биогумусу только 10%. То есть у нас получается 10 литров торфа, литр биогумуса. Вот он так вот выглядит. Биогумус тоже бывает разный. Его, конечно, совершенно разные качества бывают. Надо смотреть на качество. То есть если количество примесей какой, из чего желательно знать, из чего он сделан, биогумус. То есть с ним тоже, конечно, его в магазине повыбирать, если есть из чего выбирать. Бывает так, что, в принципе, выбирать особо не из чего. Но сейчас почти в каждых магазинах он есть, биогумус. Дополнительно для раскисления мне понадобится зола. Вот. У меня печная зола всегда в наличии есть. Золу можно заменить, конечно, мелом. Или известью. Но лучше все равно мелом, а не известью. С известью как бы ей раскислять лучше все-таки почву в огороде, и то осенью. То есть напрямую грунты делать с известью перед самой-самой посадкой не очень хорошо. То есть если заранее раскислять торф, чтобы он полежал потом определенное количество времени, то можно пользоваться известью. Но если мы хотим вот сейчас приготовить и фактически сейчас набить горшки, в принципе, в них почти высадить, то лучше использовать либо залу, либо мел. И еще что я использую, это вот такое вот удобрение осмокот. Вот. Это капсулированное удобрение, пролонгированное действие. Его, конечно, очень удобно применять. Почему? Потому что вот именно оно пролонгированное действие. То есть тот грунт, который я сейчас приготовлю, он фактически не потребует в дальнейшем никаких подкормок во время роста. Постепенно. Что биогумус, это считайте пролонгированное удобрение, да? То есть там постепенно высвобождаются элементы питания. Не все разом доступно. И то же самое осмокот. То есть они бывают разные рецепторы. Рецептуру надо брать, чтобы было довольно-таки большое содержание калия. То есть чтобы его было где-то порядка в два раза может быть. Ну, по крайней мере, больше, чем азота. Не надо брать осмокот, где именно большое количество азота. Надо, чтобы вот калия было побольше. Мы берем 10 литров торфа. Мы берем 1 литр биогумуса. 2 столовые ложки для раскисления, чтобы именно сделать кислотный стул. 2 столовые ложки залыв вполне достаточно. И мне понадобится 20 грамм осмокота. То есть на 1 литр нужно 2 грамма. Все это смешиваем. Вот я размешал и получил грунт с необходимым питанием. Теперь его нужно увлажнить до определенной нормы, чтобы можно было уже набить горшки достаточно влажным грунтом, в который мы будем уже пикировать. Но неплохо еще в него добавить при увлажнении, добавить триходермин, чтобы заселить этот грунт еще грибком триходермой. Чтобы в дальнейшем избегать корневых гнилей всевозможных и других заболеваний. Сколько примерно надо. То есть у меня вот порошок триходерма на литр, где-то вот так вот, половина чайной ложечки на литр воды. Вода должна быть тепленькой, то есть где-то градусов 25-30, не ледяной, но и конечно не горячей. Этим раствором мы увлажним грунт и одновременно заселим его триходермой. Естественно, ему немножко надо позреть. То есть в него я буду пикировать завтра. Его, чтобы не сох, можно покрыть пленкой. И хотя бы суточки он должен все равно позреть. То есть триходерма немножко должна прорасти, должны элементы питания как-то уже взаимодействовать, за лапа взаимодействовать чуть-чуть с грунтом. То есть он должен немножко, как я называю, чуть-чуть позреть, хотя бы сутки. А после этого его уже можно вполне набивать в горшки и тут же можно прямо пикировать, потому что он будет уже нужной влажности. Почему именно я сторонник вот самому приготовить, еще раз к этому вернусь. Хотя, повторюсь, что грунтов просто немерено, выбираю любой, все вроде бы уже готово. Есть грунты, где и биогомус есть, где есть все микроэлементы, все элементы питания. Все вроде бы есть, да. Я сторонник почему? Потому что здесь уже я четко знаю, сколько чего я добавил. То есть и от этого пляшу. То есть я могу экспериментировать. Побольше добавить биогомуса, поменьше. Побольше добавить там осмокота, побольше добавить или поменьше золы. То есть здесь я знаю, что я взял нейтральный субстрат, который фактически неудобренный, да. И уже с удобрениями я сам буду концентрацию их создавать. Что в готовом грунте, я не знаю, сколько туда добавили, каких удобрений туда добавили или добавили совсем. То есть написать можно все, что угодно, а на самом деле не всегда это как бы выполнимо на практике. То есть везде есть и человеческий фактор, везде есть, конечно, и коммерция, вот, желание где-то сэкономить и так далее. И также использование разных удобрений, более дешевых, может быть, хлоросодержащих, которые не очень хорошо подходят для рассады. Это тоже возможно при приготовлении различных грунтов, которые продаются в магазине. Поэтому, когда я делаю уже сам, я знаю, что я туда добавил. В последнее время вот именно чисто мы занимаемся достаточно уже большое количество рассады, выращиваем, закупаем уже торфа много. То есть в кипах, это я взял пример, как можно в магазине просто прийти и купить в небольшом количестве. А так мы уже, конечно, закупаем это в большом количестве и приготовляем грунты сами, именно с нужным нам составом. И благодаря этому уже четко я знаю, что рассада будет расти так, как мне надо. На этом сегодня все. До свидания. До скорых встреч.